С оружием и в полной амуниции, которая весит десятки килограммов, так преодолевают километры запорожского бездорожья пехотинцы-пулемётчики 141-й бригады. Главная работа бойцов – прикрывать на передовой своих побратимов. Мы прикрываем пехоту, держим позицию обороны. Преимущественно работаем на малобронированной технике по вражеским дронам. Сдерживать противника помогает крупнокалиберный пулемёт «Браунинг». Оружие лёгкое и надёжное, уверяют пехотинцы, и ни разу не под водилом. Пулемётчики отмечают, для врага их расчёт едва ли не цель номер один. Поэтому работать нужно крайне осторожно. Окупанты постоянно стерегут небо и применяют для ударов самое разнообразное вооружение. Зависит, какие позиции, зависит от ситуации. Если им нужно сохранить позиции наши, они FPV используют. А если просто нужно с землёй смешать – артиллерия, грады и другое. На этом направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вперёд. Применяют тактику разведки людьми. Окупанты свой личный состав не жалеют. Было на что подъезжали, они высаживались, мы там накрыли их, не давали, чтобы они дошли до наших позиций. Бойцы сдерживают врага на этом направлении более года. До начала полномасштабной войны и оружия в руках они не держали. У каждого из них была своя гражданская жизнь, к которой мечтают вернуться. До войны моя жизнь была связана с фермерством. Это моё хобби. Военнослужащий с позывным «фермер» говорит, до большой войны работал на предприятии, занимался птицеводством и засевал украинские поля пшеницей. За последний год пережил и увидел многое, но никогда не забудет первый боевой выход. Было наступление на наши позиции, летело всё в нашу сторону. И были сбросы просто возле меня. Меня Бог уберёг и чудом оттуда мы вернулись. Восстанавливаться после таких выходов помогает поддержка родных и побратимов, говорят бойцы.